Итак, 33 богатыря нанялись охранять Лукоморья за 240 монет. Хитрый дядька Черномор может разделить богатырей на отряды произвольной численности. Например, он может создать отряд из всех 33 богатырей. Или создать один отряд из своего любимца, там, какого-нибудь Ильи Муромца, еще один отряд из трех каких-нибудь мужиков, и всех остальных, например, 29 еще в один. Может сделать 7 отрядов с произвольным набором. Ну, понятно, да? То есть он может абсолютно как угодно распределить 33 богатырей по нескольким произвольного состава и численности группам. Неважно, сколько групп, то есть это тоже его выбор. Вот. Дальше производит следующее. Все это жалование, без исключения, все 240 монет, он раздает командирам отрядов. Понятно, да? Все жалование раздает командирам отрядов. Вот, например, если у нас три отряда, то каждый командир приходит и забирает свою долю. Ну, например, любимцу Илье Муромца он дает 100 монет, в отряд, где три человека, 30 монет, и остальные 110 монет, в тот отряд, где все остальные, 29. Дальше происходит следующее. Каждый отряд все выданные ему монеты делит поровну. А вот если не смогут, тогда остаток остается Черномору. Понятно, да? То есть, например, в отряде три человека, он выдает 8 монет, они по две монетки берут, а две монеты и сдача, иначе перессорятся, возвращаются Черномору. Вопрос. Какое максимальное количество монет может достаться Черномору? Пункт А. Никаких дополнительных условий. Никаких. То есть, он может эти 240 монет распределить, ну, как вот я сейчас сказал, то есть, первый пункт, это ровно как я произнес. А вот в пункте Б появляется дополнительное условие, что между отрядами монеты распределяются поровну. В чем, вне зависимости от числа людей в отряде? Да. В частности, это означает, что не делитель числа 240 нельзя выбрать в качестве количества отрядов. То есть, количество отрядов в пункте Б должно быть либо 1, либо 2, либо 3, либо 4, 5, 6, пожалуйста, но не 7, например, потому что на 7 240 нацело не разделится. И, соответственно, 7 отрядов ему в пункте Б будет запрещено сделать. 8 снова можно, да? Ну, вот если у него 8 отрядов произвольной численности, то по 30 монет каждый отряд получает. Но при этом в одном отряде может 1 человек все 30 монет получить, а в другом там 23 человека, например, может получить. Ну, для простоты давайте считать, что как минимум по монете каждому все-таки должно достаться. На условии это никак не сказывается, но просто для какой-то естественности процесса. Вот. Ну, и вот как бы пункт А и пункт Б. Черномор максимизирует, да, количество вернувшихся ему монет. Вот. Пункт А без ограничений, пункт Б с вот этим вот ограничением, что поровну на все отряды. Это задача для тех, кому будет скучновато, а такие, безусловно, будут. Это такая очень начинающая лекция про принципы математического мышления. Вот. И кто получал математическое образование, решайте эту задачу. Так же для всех, кто еще здесь не был. На столе написано 21 минус 24 равно 2024. В этом равенстве спичками нужно переложить одну спичку в левой части, то есть строго в левой, не трогая знака равенства и не трогая числа 2024. Переложить. Вот это. 21 минус 24. Вот здесь переложить ровно одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Это вот потом можете поэкспериментировать. Некоторое количество народа уже решило. Человек 6, да, решило у нас. Где-то. Или 7 вчера. Ну вот. Кто-то продолжает думать. Ну и у нас одна со вчерашнего дня осталась задача, которую мы разберем. А пока поехали. Так. Значит, сейчас будет то, что я назвал калейдоскопом математических идиотизмов. Поехали. Значит, это это подборка картинок, которые мне присылали в самые разные моменты. Ну, у меня очень большая переписка с теми, кто подкидывает задачи на канал Маткульт Привет. И, соответственно, время от времени, ну, в основном идет полный хлам, который я сразу стираю. Но иногда что-то очень классное. Вот, например... Ой, стойте, до этого. Вот подумайте, как выпить из этой бутылки и возможно ли это. Ну-ка, перевернуйте. Что произойдет? Смотрите, давайте попытаемся представить, как мы будем из нее пить. Трубочку вставить, а когда мы будем изставлять? А, куда ее вставлять? Куда ее вставлять? Ну, как? Со дна. Правильно, со дна, вот так. Или перевернуть часть коньяка, вылиться в трубку, потом обратно перевернуть и быстро собрать снизу, иначе прольется на землю. А мне обратно, это надо дальше перевернуть. Ну, да, или дальше. В общем, да, вот-вот, как бы... А такая, на самом деле, продают, как сувенир? Не знаю. Мне бы было... Не знаю, я... Я думаю, что большинство... Я думаю, что большинство этих картинок это чистый... Чистый, как бы, фейк там просто выдумки. Нет, просто вот такой сувенир делать и... Так, следующий идиотизм. Это мы лично сняли. Моя жена сняла. Мы идем, я говорю, быстро снимай! Живое пиво имени Пьера Ферма. Даже с ударением, чтобы не подумали, что это ферма какая-то там, например, да? Видите, прям ферма, вот как она есть. Так, любимое пиво Пьера Ферма. Дальше поехали. Ну, это... Это Баян. Это Баян, но кто-то, если кто не видел, тот вот, пожалуйста. Нашли. Икс нашли. Так, а чему он... Так, вот это просто моя любимая. Прислал Маркелов, снял в Сокольниках. Лично. Уважаемые посетители, объект... Всепогодная лыжная трасса закрыта по погодным условиям. Вот это вот, так сказать, на самом деле, вот насчет принципов математического мышления. Вот человек, у которого здесь глаз зацепляется, и он больше не может ни спать, ни есть, пока не поймет, что здесь происходит, это математик, да? То есть вот я, я когда увидел эту картину, я пришел в максимальное волнение, я там... Я реально не мог заснуть. Я представил себе всепогодную лыжную трассу, которую, тем не менее, закрыли по погодным условиям. А летом она тоже на погодном? Ну вот это интересный вопрос. На самом деле, однажды мы туда пришли в очень плохой год. Был самый черный год. Черный год Москвы, когда снег практически не выпадал. 19-20-й. Снег лежал только один месяц в феврале. До этого он выпадал, таял, выпадал, таял. И мы ходили на лыжи, кататься, искали всякие, вот резервации, где там насыпают пушкой, там, ну в общем вот... И в том числе мы вспомнили про всепогодную лыжню в Сокольниках. Пришли там на громождение льда и камней, непригодное ни для какого катания, к сожалению, было. Но трасса была открыта, да. А здесь она закрылась. Так, вот. Диалог. Дорогой, сходи, купи булку хлеба. Ну тут, если булку это для Питера, батон для Москвы. А если будут яйца, то возьми десяток. Муж-математик идет в магазин и возвращается с десятью батонами хлеба. Дорогая, я проверил, яйца в магазине были. Потому что математика училась по русскому языку. Да. Вот. Так, следующий. Анекдот тоже очень известный. Три математика заходят в бар. Бармен спрашивает, все будут пиво? Первый математик. Не знаю. Второй математик. Не знаю. Третий математик. Все. Давайте это разберем. Разберем, да? Именно, да? Первый математик. Говорит, не знаю. Какой вывод из этого можно сделать? Он не ручается за остальные. Ну, сам будет пиво. Ну, сам будет пиво, правда? Если бы он не хотел пива, он бы сказал, нет, не все. Неверное утверждение, не все. Раз он говорит все, значит, он лично будет пиво. Это единственный вывод, который мы можем сделать. Хорошо, мы все трое это сделали. Второй говорит, не знаю. Какой вывод из этого мы делаем? Первый знает. Ну, второй знает за второго, да? Второй знает за первого. За себя тоже знает. но за третьего пока не знает, так как он за себя знает, что он будет пиво, то он говорит, не знаю, иначе бы он сказал не все. Соответственно, третий математик получает два сигнала, из которых математически следует, что первый и второй будут пиво. И так как он тоже будет пиво, то он уже логично заключает все будут пиво. Так, идем дальше. Так, вот теперь я хочу провести опрос. Но не смотрите вот на тех, кто получил математическое образование, не выискивайте в зале. Голосуйте сердцем. Знаете, такой принцип? Голосуйте сердцем, да. Да, я знаю эту историю. Вот, значит, итак, поднимите руку, кто считает, что утверждение, что все крокодилы в Москве и реке красное является верным. Опустите. Поднимите руку те, кто считает, что утверждение «все крокодилы в Москве и реке красное является неверным». Так, отлично. Вот, ну, значит, тут действительно это четкий тест на просто математическое образование. То есть в любом вузе, в котором изучается математика, вдалбливают в голову, что любое пустое множество обладает любым свойством, вообще любым. То есть можно сказать, что все крокодилы в Москве красные, можно сказать, что они все черные, можно сказать, что они розы, зеленые звезды. Почему? Потому что вот это утверждение, оно верное в силу логики исключенного третьего по Аристотелю. Давайте применим эту логику, да. Она говорит о том, что либо утверждение верно, либо оно неверно. Но если оно неверно, то его можно опровергнуть, правда, да? Итак, если крокодилы в Москве и реке не все красные, если это утверждение неверное, значит, существует опровергающий это утверждение крокодил в Москве-реке. Опровергающий это утверждение крокодил должен, во-первых, жить в Москве-реке и, во-вторых, быть зеленого цвета. Да. И, соответственно, так как мы не можем найти крокодила в Москве-реке, то значит, мы не можем опровергнуть это утверждение, и тем самым оно является верным. Так, а дальше каверзный вопрос. Мне написали из города Пущино. Давай, нажимай. Написали из города Пущино. Алексей Владимирович, будьте осторожны с вашим утверждением про крокодилов. В Москве-реке, наверное, они все красные, но у нас в оке не все. Следующий слайд. Это крокодил из оки. В Пущино завели в вольере, крокодила выпустили в оку, и он там плавает в ограниченном участке. То есть, в оке есть крокодил, и, соответственно, утверждение, что все крокодилы в оке красные является проверяемо неверным. Вот вам кондом. Нет, писали лет пять назад, давно очень писали. Сдох, да? Ну, может быть. Но на самом деле, с утверждением, что красных крокодилов не бывает, тоже надо быть аккуратным. Следующий слайд. Это реальный снимок. Ну, оранжевый. Он оранжевый. Он оранжевый. Да. Но такие крокодилы... Такие существуют, да. Такие. Будьте осторожны, такие крокодилы существуют. Что такое красный? Ну, да, можно и в эту сторону. Так. Что такое крокодил, да? Годится ли детская игрушка, да? Годится ли детская игрушка? Да, теорема крокодили крокодил более длинный, чем широкий. Это оказывается через зеленость. Прекрасно. так ребята тут есть два утверждения пока первое посмотрим верно ли вот что самый старый шахматист среди математиков и самый старый математик среди шахматистов всегда одно и то же лицо самый старый шахматист среди математиков и самый старый математик среди шахматистов одно но это лицо или не одно. Тут мне хочется что-то нарисовать, но мне не хочется убирать экран. Да, я хочу нарисовать множество шахматистов и назвать его шея. Вот тут вот шахматисты. Так? И я ищу... Видно немножко, да, наверху? Чуть-чуть видно? Да, может быть. Я ищу... Значит, я ищу самого старого шахматиста среди математика, поэтому мне нужно еще и математик нарисовать. Но если бы это множество с этим не пересекалось, тогда задача была бы вообще поставлена совершенно некорректно. Но мы знаем, что шахматисты и математики все-таки существуют одновременно. Поэтому будем считать, что здесь есть пересечение. Вот оно. Вот, значит, смотрите, что такое самый старый шахматист среди математиков? Где я буду его искать? Пересечение. Пересечение этих двух множеств. То есть вот есть множество одновременно шахматистов и математиков. Ше пересечения с М. И я в нем ищу самого старого. А если я ищу самого старого математика среди шахматистов... Светочка, заходи. Самого старого математика среди шахматистов. То где я ищу? Там же. Там же. Значит, в обоих случаях я ищу самого старого представителя некоторого совершенно конкретного множества. Самого старого представителя конкретного множества. Одинаково в обоих случаях. Самый старый – это объективная категория, которая дает нам одного и того же человека. Тем самым в любой момент времени самый старый шахматист среди математиков – это то же самое лицо, что и самый старый математик среди шахматистов. Переходим к следующим вопросам. Самый лучший шахматист среди математиков и самый лучший математик среди шахматистов. Потому что как определить лучшего, если ты старшего определяешь по разным параметрам. Да. Правильно. Когда я говорю самый лучший, тут вот лингвисты все равно нужны, как ни крути. Когда я говорю самый лучший шахматист среди математиков, я подразумеваю, что он лучше всех играет в шахматы, правда? То есть среди множества шахматистов и математиков одновременно я беру критерий шахматной игры. Вот туда, допустим, вот он здесь самый лучший, вот он тут сидит. А когда я говорю самый лучший математик среди шахматистов, я имею в виду критерий крутости, например, в олимпиадных задачах или в математической науке. Он совершенно необязательно. То есть гроссмейстер, может быть какой-то супер международный гроссмейстер, который одновременно какой-то там начинающий математик имеет какие-то посредственные результаты. И он будет самым лучшим шахматистом среди математиков, безусловно. Но при этом самый лучший математик среди шахматистов, это тот, кто едва знает правила шахмата, на какой-нибудь первый разряд там играет, но зато международный олимпиадник-победитель или там вообще автор статей. Если нужно слово лингвиста, я прошу мусору. Да, но вот как бы здесь понятно, что тут правильно, что здесь имеется в виду, тут из формулировки ясно, что имеется в виду, что тут лучше играет шахматы, тут, соответственно, лучше математику играет. При этом исключено совпадение. Дело в том, что и старый, и лучший, это оценочная категория. Старый, он может быть, например, просто дольше всех играет в шахматы, он должен быть старым. Ну да, здесь надо оговорить, конечно, что старый, имеется в виду по возрасту, да. Лучше добавить, да, самый старый по возрасту, да. Тогда будет здесь ответ «да», а здесь будет ответ «нет». А может ли здесь быть ответ «да»? Теоретически может. Например, сто лет назад жил такой Эммануил Ласкер. Он был чемпионом мира по шахматам. На секундочку он был одним из лучших алгебраистов своего времени. Лема, там, Нютер, Ласкер и Нютер. Ну, в общем, на самом деле это был один из действительно крутейших, и не только математиков, но и шахматистов. Вот, и в этот момент, возможно, это был одновременно и там, и там, вот даже… Он был лучшим математиком в это время? Ну, вот, скорее, все-таки, скорее, там, Гильберт, то есть, наверное, не был, но близко, он был очень близко. То есть, это хорошая заявка на победу, да, в обоих категориях. Гильберт не знаю. Нет, я к тому, что был человек, который был чемпион мира по шахматам, и при этом очень сильный алгебраист. Ну, может быть, не самый-самый математик, но один из самых сильных. Так, хорошо. Все, продолжим. Продолжим изучать математику, принципы мышления. Нажимай. А, вот. Два вопроса. Единица на ноль делится. Делится ли один на ноль, делится ли ноль на ноль? А в какую сторону это уходит? То есть, плюс бесконечности или минус бесконечности? Потому что в определенный момент получится, что минус бесконечности то же самое, что и просто бесконечности. Ну, вот, чтобы отвечать на вопрос, делится ли что-то на что-то, мы все-таки, наверное, должны сверить часы. То есть, понять, что мы имеем в виду под делимостью. Правда? Значит, здесь есть два принципиально разных подхода. Кстати, делится ли, вот ролик можно ли делить на ноль? На пост науке, по-моему, черту в миллион просмотров преодолел. Он бросил вызов в этой теореме Планкаре, да. Посмотрим, догонят или нет. Бывают очень странные ситуации. Вот есть такой замечательный дядька в Челябинске, одиозный дед. Может быть, в интернете знаете его канал. Там было время, что, когда мы Маткульт очень сильно развивали, в какой-то момент мы его чуть-чуть перегнали там. Ну, мы вообще с ним дружим. Он там у меня выступает, я у него. И вдруг я обнаружил у него миллион подписчиков в какой-то момент. Я говорю, Петя, ты как это сделал? А он говорит, понимаешь, что я говорю, проще надо быть, товарищ профессор, проще. Я разобрал на канал задачу следующего содержания. Ручка вместе со стержнем стоит 10 рублей. Но при этом ручка на 9 рублей дороже стержня. Сколько стоит стержень ручка? А то есть... Сколько? А чернила сколько стоит? Ну, стержень с чернилами. 50 копеек, конечно. 50 копеек и 9,50. Но те, кто совсем-совсем не бумал математики, они говорят, рубль, наверное, стоит этот, и 9 тот. Ну, как же? Разница-то 8. Значит, ошибка. А не целые числа... Они бывают, раз ли, да? Ну, то есть... И он взял и все это активно разобрал. И там 11 миллионов просмотров этот ролик, и тут же миллион подписчиков. У тебя даже есть, только я почему-то не быстрила так. Есть, да? Да. Где? Ну, ты записывал когда-то какие-то самые ролики еще. Было-было, да. Совсем давно, да? Да-да. Ну, как... Я даже вообще не помню, да. На канале, на природу с чем-то. А, на математика просто! Да. А, ну да, ну да, ну тот канал-то пошел, да, в лету. Там же было... Там же ракетка с мячиком была, по-моему. Слушай, как интересно, я уже это забыл. В общем, у него это... у него взлетел. У меня еще таксиста там была. Таксиста моя. А, ну, слушай, это я уже забыл. Нет, задача таксист другая, очень сложная, надо сказать. Задача точно была у тебя. Может быть. Ну вот она там не взлетел. А у него она прям вообще. Так вот, нам нужно, прежде всего договориться, что мы говорим... Вот что мы имеем в виду? Вот когда мы говорим, что, например, какое-то число а делится на b, что это означает? Свет, ты готова сказать, что это означает? Что существует, такое число с. Существует, да? Какое-то с. Какое? Которое при умножении на b дает... Совершенно верно. Которое при умножении на b дает а. То есть, вот это формальное математическое понятие делимости. Делимость одного числа на другое означает, что существует третье число при умножении на второе дающее первое. Тут возникает огромное количество вопросов. Совершенно, совершенно, надо сказать, обоснованных. Первый вопрос. А это какие числа вообще? Какие числа? Ну, 3 на 7 делится или нет? Конечно, делится. 7 третьих умножить на 3 равно 7. Что-то не так, да? Значит, конечно, имеется в виду целые, да? Целые. Это целые числа, да. То есть, когда мы говорим о делимости, мы, как правило, говорим о целых числах, либо о каких-то сложных алгебрических системах, о которых я сегодня точно говорить не буду. Ну, то есть, это не про действительные числа. Про действительные числа любое вещественное число делится на любое ненулевое вещественное число. А мы тут спрашиваем, блин, про нулевое. Но давайте попробуем все-таки вот это вот определение применить. Что бы означало, что 1 делится на 0? 1 делится на 0, если существует какое-то число c, такое, что c умножить на 0 равно 1. Существует? Не существует. Потому что любое число при умножении на 0 дает 0. Следующий нам? Нет, вообще любое. То есть, 0 при умножении на любое число дает 0, а мы хотим, чтобы это была единица. Поэтому 1 не делится на 0. Есть и физический подход. Физический подход состоит в следующем. Когда мы что-то на что-то делим, мы набираем это что-то группами по вот этому что-то. Приведу пример. У меня есть литр прекрасного сока. И 10 детей. Нет, у меня есть литр прекрасного сока и 100-граммовый стакан. На сколько детей я могу разделить этот литр? На 10, да? На 10. То есть, 1, да, разделить на вот этот 1 литр, разделить на этот стакан равно 10 детей. А если у меня вместо такого стаканчика маленькая рюмашка такая на 10 граммчиков, такой вот маленький такой мерзавчик. На 100 детей, да? А если у меня вот такая ложечка, знаете, такая ложечка, вот так зачерпнул, вот так. Да, да, и деткам раздаю. Пейте, деточки, пейте. Вот вам сок. Утоляйте жажду, да? Уже на 1000 детей, да? Ну и если я дальше буду уменьшать, получится, что я при делении на все меньшее число, получаю все большее. То есть, то, что ты хотел сказать, да, что? Оно уходит в бесконечность. То есть, вот как бы в физическом плане 1 на 0 не делится, потому что должно куда-то в бесконечность уходить. Ну как, бесконечность, как было правильно заявлено, то ли плюс, то ли минус, вообще не поймешь что. Ну, в общем, не делится вот по двум разным причинам. Теперь по поводу 0 делится на 0. Значит, физик, скажем, Фейнман, скажет, что это все бредни математиков, которые нужно сразу занулить. Он вообще, он написал в книге, которую я сейчас изучаю, я буду изучать еще много-много лет, фейнманские лекции по физике. Вот в книге номер 1 написано, чисел больше 10 в 45 и меньше 10 в минус 33 не существует. Их придумали математики. Тут стало так обидно, знаете, как бы вот здесь обидно стало, да? Как в интернете пишут. Так обидно стало, как это мы тут сравниваем 3 в степени 2 в 150 и 2 в степени 3 в 100. Интереснейшая логическая задача. А вдруг приходит Фейнман и говорит, а этих чисел не существует. А компания Google не поддала? Не существует. Я говорю, ни хрена себе. Ну, в общем, я категорически не согласен с этим утверждением, но для физика, тем не менее, это именно так. Он говорит, ничего в природе не может быть измерено такими величинами. И в природе нет никакой необходимости задавать вопрос, делится ли 0 на 0. Вы спросите, это Леонидов. Он скажет, опять вы за свою вот эту вот заумность промозглую, аксиоматическую. Не нужно это никому, да? Но все-таки мы математики, и мы должны проверить утверждение, делится ли 0 на 0. Давайте чисто. Да, потому что нужно найти число, которое положено. Женя, на 0 дает 0. Это 0, это 1, это 2. Какое хочешь? Оно существует! Да, оно существует. Это верно, оно существует. Поэтому 0 делится на 0. Но вот беда. На 0 делить нужно. Вот беда. Неоднозначно. Неопределенный результат, да. 0 разделить на 0 однозначным образом нельзя. Хотя 0 на 0 делится, да, существует, пожалуйста. Но выбрать одно нельзя. Поэтому как бы на 0 не принято делить. Почему на 0 не делят? Потому что если не нулевую величину, то и не разделится. А если 0, то разделится, но результат как бы произвольный. Вот на этом как бы 0 на 0 мы, я думаю, полностью, да? То есть вот про деление на 0. Тема закрыта. Давайте следующий слайд. Ага. И вот тут мы переходим на ватманы. Но до этого я спойлерю жестко. Следующий слайд. В сентябре выйдет новая книга. А почему субтитры в 50? Они ошиблись, я уже указал. Я говорю, что вы меня совсем стариком сделали там. Субтитры в 50, конечно. Вот, будет книга «Субтитры в 50». 50 мне исполнилось уже давно, в декабре. Но, но, была такая история. Я приезжаю в Екатеринбург. Точнее, даже не в Екатеринбург. Я приехал на зимнюю матшколу. Вышел на станции, на станции Дружинина. И меня с песнями, плясками и караваями встречает отец Максим, который служит в храме на крови в Екатеринбурге. И говорит, с днем рождения, дорогой наш Алексей Владимирович. Я говорю, а что, какое? Я же уже два месяца назад. Он говорит, Алексей Владимирович, православные традиции, 50-летие празднуется каждый божий день года. С 50 до 51. Поэтому весь ближайший год, каждый день у вас день рождения. С днем рождения! И когда мы мчали, пытались к декабрю сделать, и потом они сказали, Алексей Владимирович, мы точно не успеем сделать к декабрю. Я обиделся. Ну не то, что обиделся, я огорчился. Говорю, ну ладно, давайте хоть после декабря сделаем. А в феврале я им говорю, все хорошо. Главное успеть к 51-летию. К 60-летию. Не, здесь будет исправлено. Здесь будет исправлено. Здесь будет исправлено. Все. Вот, значит, это сборник моих выступлений в интернете. Честно, не знаю, кому это будет интересно. Но издательств вас считает, что будет. Вот. И сразу хочу предупредить всех присутствующих, вы первые, кто узнали про выход этой книги, на самом деле. Соответственно, имейте в виду, что содержание этой книги, в отличие от трех предыдущих, не претендует на абсолютную истину. Понятно, да? То есть предыдущие этой книги, это книги по математике. В том числе вот Саши в соавторстве. Это, конечно, по экономике, но там очень много твердых теорем каких-то, да? С выводами. Тем более две остальные книги. А здесь мои соображения о жизни, о нематематике. Понятно, да? Соответственно, любой из вас может возмущаться, там, спорить, не соглашаться сколько угодно, да. Просто делаешь. Да, любые альтернативные мнения в голове вынашивать. То есть не воспринимайте, что Саватеев пришел кого-то учить там вне математики. Ни в коем случае не собирались никогда. Просто сам выразил какие-то свои точки зрения и все. Очень, ну, как бы без всяких претензий. Вот такая книга выходит вот-вот. Вот. Ну и дальше, скорее, даже не для нас. Нас тут мало и все, что называется, почти все друзья. Но, тем не менее, покажу. Это в интернете же будет. Следующий слайд. Вот у нас был патреон. Его арестовало мировое правительство на 2,2 тысячи долларов за то, что я живу в стране агрессори. Вот. Мы перешли на бусте. И надо сказать, что это очень хорошо работает. Но я не то, чтобы понять, что здесь... То есть, скорее, это для интернета. Вот те, кто в интернете будет смотреть эту лекцию, приходите помогать, не зависеть ни от кого. Я даю интервью, в которых я совершенно не выбираю слова, что называется. Вот. И для того, чтобы ни от каких цезарей не зависеть, самый лучший сегодня способ – это бусте. Ну, а теперь лекция продолжается, но уже не на экране. Мы сворачиваем и разбираем задачу... Ну что, начнем с двойки в степени 3 в степени, да? Да. Поехали. Первый способ. Первый способ. Первый способ, значит, через логарифмы, действительно. То есть, смотрите, мы сравниваем 2 в степени 3 в сотый, да? И 2 в степени... Ой, и 3 в степени 2 в 150-й. Так? И мы просто производим натуральное логарифмирование. Или двоичное. Хотите двоичное? То есть, что такое двоичный логарифм? Ну, давайте двоичное, да, чтобы... Ну, двоичное. Нет, как раз натуральное там число е надо определять. А для двоичного все просто. Вот давайте я напишу. Логарифм двоичный числа 128 равен 7. И вы сразу все поймете. Просто степень, в которую надо возвести двойку. Логарифм 2, там, например, 1024. Свет чему равен? 10. Молодец. Света учится, вот, переходит в седьмой класс. То, что всем логарифмы доступны, да? Да, уже есть. Да, уже есть, да. Да, уже есть, да. Да, уже есть, да. Слобод. Да, ну да. Логарифм имеет прямое отношение к одной из заданных мной задач. Так, хорошо. Ну, например, логарифм 2, по основанию 2 числа 5, он, как это сказать, он на самом деле существует, но не в целом, не в дробном, он... Это то вещественное число, которое надо возвести двойку, чтобы получить 5. Но к нему можно приближаться. Например, смотрите, 2 в квадрате это 4, 2 в кубе это 8, да? Так, а если 2 возвести в квадрат и потом еще умножить на 2 в степени, там, одну, например, пятую, да? А что значит одну пятую? А это корень пятой степени из двух взять. Вот, то есть это вот будет 2 в степени 2 плюс 1 пятая. Это, значит, будет примерно равно 5, наверное. Ну, в общем, логарифмы, я хочу сказать, логарифмы определены для любых чисел. Они целые, оказывается, редко, но вообще они определены для любых. Ну, давайте логарифмируем. Тогда вот по основанию 2 берем логарифм. Логарифм, естественно, растет. Чем больше число, тем в большую степень надо вести 2, чтобы его получить. Ну, это понятно, да? Вот, значит, соответственно, мы сравниваем теперь уже 3 в сотой. С чем? Надо знать правила действия с логарифмами. Они состоят в том, что при логарифмировании степени переходит в домножение на. То есть, когда вы берете логарифм... Кому сейчас некомфортно, потом будет решение детское полностью этой задачи. Вообще детское. Вот, пока я вот чуть-чуть, чтобы... Значит, то есть вот этот вот 3 в какой-то степени, если беру логарифм, вот эта вот степень выходит за предел, а остается логарифм тройки. Вот. И фактически вот мне нужно что сравнить. Ну, вот смотрите. Есть 3 квадрат и есть 2 в кубе, правда? 3 квадрат в 50-й, да, сравнивается с 2 в кубе в какой? Тоже 50-й, правда? И на некое число, которое есть логарифм тройки по основанию 2. Но логарифм тройки по основанию 2, он уж точно меньше 2, правда? Потому что, смотрите, если 2 в квадрат возвести, будет 4. Поэтому вот это, вот это, оно точно меньше 2. Оно где-то между единицей и двумя. Ну, давайте запомним, что оно меньше 2, хорошо? Вот. Теперь смотрите. 3 в квадрат это 9, а 2 в кубе это 8, правда? Значит, делю и получаю 9 восьмых в 50-й степени. Надо сравнить с числом, которое не больше, чем 2. 9 восьмых в 50-й. Ну, на самом деле, это 1 плюс 1 восьмая, да? И уже в восьмой степени это примерно то самое число е, о котором я тут немножко рассказал, да? Ну, в общем, на любом калькуляторе вы очень быстро получаете, что это число сильно-сильно-сильно больше 2. Это 400 или 500. Это огромное число. Вот, то есть вы как бы, вы вот это вот отношение 9 восьмых. Ну, что 9 восьмых? 1 точка 125, правда? И вы его на себя. Ну, вот вообще есть формула, что 1 плюс x в степени а, если x и а там положительные, на самом деле даже при x больше минус единицы, но это ладно. Больше равно 1 плюс x а. Такая формула, которую, значит, можно по индукции доказать. Ну, и она приводит к тому, что это уж вообще никак не меньше, чем 1 плюс там 58. Ну, то есть слева явно очень большое число, а справа число меньше 2. Поэтому получается, что, конечно, вот это больше. Вот. Ну, а теперь, а теперь, а теперь чисто детское решение. Без всяких логарифмов. Логарифм больше нет. Решение, которое использует следующий принцип. Что, например, 7 в 15 явно больше, чем 6 в 10. Почему? Ну, потому что 7 больше 6, а 15 больше 10, да? Здесь вы 7 помножили на себя 15 раз, а здесь всего лишь 6, помножили всего лишь 10 раз. Ну, вот это только на этом, в принципе, основанное. Сейчас будет решение. Она полностью для пятого класса. Итак, ну, для пятого. А ты в каком? В третьем. В третьем. Ну, если ты умненький, то ты сейчас тоже поймешь. Вот, значит, поехали. Ну, если ты не поймешь, это не означает, что ты не умненький. Если из А следует Б, да, то это не означает, что из не А следует не Б. Так. Итак, значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю не... Я сейчас поправился как математика или как педагог? Смотрите. 2 в степени 3 в квадрат. В какую степень надо возвести, чтобы получить 2 в степени 3 в сотой все вместе? Кто первый даст правильный ответ? В какую степень надо возвести 2, возведенную в 3 в квадрат, чтобы получить ровно левую часть? Кто первый? Кто первый? 100 разделить на 6. Кто первый? Правило степеней. Кто сказал? Молодец. 3 в 98. Арсений, да? Арсений, лице ИГУ. Переходит в 11 класс. Конечно. Посмотрите. 2 в степени 3 в квадрат в степени 3 в 98. По правилам действия со степенями. Это 2 в степени произведения этих двух чисел. Как со степенями действует? 2 в степени А и потом еще в степени В. Это 2 в степени АВ. Здесь мы применяем это и получаем, что 3 в квадрат на 3 в 98 как раз будет 3 сотой. Прекрасно. А сравниваем с 3 в степени 2 в квадрат, ну и по аналогии в 148, правда? Так, теперь что внутри? Это что за число? 512. 2 в 9, да? И мы его возводим в степень 3 в 98. А это? 81. И возводим 2 в степени 148. Поэтому, если я сейчас докажу, что 3 в 98 больше, чем 2 в 148, то все будет готово. Согласны? Потому что я большее число возвел в большую степень. И здесь меньшее число в меньшую. То есть достаточно теперь только вот это доказать. Но заметьте, что я понизил экспоненту. Да? Я понизил. Она у меня теперь не двойная, а одинарная. Ну и это уже, как-то сказать, это на самом деле дело техники. 3 в 98 это 3 в 7 в какой? Правильно. 3 в 7 это сколько? Кто наизусть знает? Вряд ли кто-то знает. 2 187. Надо учить наизусть не только степени двойки, но и степени тройки. До некоторого момента хотя бы. И факториалы, конечно, все. Ну, так, хотя бы до 10, да? Да, до 10. Вот. Так вот. Мы в 14 степень возводим вот это. Но это явно больше, чем 2048. Попрошу всех молчать. Гусары молчать, да. Степень 14. Правда? То есть я пользуюсь тем, что 3 в 11... Ой, что 3 в 7 больше, чем 2 в 11. И что это такое? Это 2 в какой? 11 в 14. То есть 2? 154. 154, что явно больше, чем 148. Доказано. Согласны, да? Да. Ну вот полностью детское решение. То есть аккуратно слежу за тем, чтобы большее возвелось в большую, меньшее в меньшую и все. Ну, это такое. А ты не вышла? Ну, я, между прочим, сразу не вышла. С первого, со второго раза. Какие-то вот опорные сравнения, типа 81 больше 64, не работают. То есть то, что 3 в 4 больше, чем 2 в 6, не работает. Пришлось искать более точное совпадение. При этом, чтобы тройка была именно выше. Ну, как бы. Ну, я интуитивно, я понимал, что это большее. Интуитивно это понимал. Но, как бы, мне нужно было это, конечно, доказать как-то. Вот. Да и какой, что там интуитивный? Я же логарифмировал вначале. Потом уже искал, так что дело не в понимании. Так. Разбираем задачу про Черномора. Арсений, как у тебя с ней? Или ты был занят лекцией? И то, и другое, и вот эту задачу не решал. Давайте разберем про Черномора. Это очень красиво. Давайте начнем с некоторого утверждения о том, что с любой группой можно собрать строго меньше, чем ее численность. Но если по одной монете точно должно достаться? Нет, даже, даже, даже и если не должно. Просто дело в том, что если у меня 7 человек, то они берут и раздают, пока не останется меньше 7. Потому что иначе они еще себя раздадут. Они же... Да, да, да. Вот, то есть... Хотя бы по одной монете они должны получать. Остаток. Нет, дело не в том, дело не в том. Если я им дал 5 монет, то они не получили ничего. И 5 меня вернулось. Ну, мы не можем, но дело не в том. Дело в том, что вот сколько бы мы им не дали, даже вот если 100-15 дали им, да, мы будем раздавать до тех пор, пока мы сможем равны. Но он может уже дать 6 монет на эту группу. Ну, теоретически, на самом деле, задача никак не меняется, если разрешить раздавать меньше. Просто она выглядит совсем уж поиздевательски, да, что этот черномор там может взять... Но и в этом даже в этом случае, но это условие соблюдает. Да, да, даже в этом. То есть, идея в том, что из каждой группы приходит остаток, просто отделение того, что он им выдал на количество людей. Вот это вот надо понимать. Какое из этого вот сразу следует вывод? Вот больше чего вот никак нельзя получить черномору. Больше чего? Минус 1. Совершенно верно. Потому что остаток всегда меньше. Остаток всегда меньше числа. Более того, я могу написать даже такую формулу. Она будет выглядеть так, что черномору получит меньше или равно 33 минус число групп. Потому что в каждой группе на единицу как минимум уменьшается количество монет по сравнению с численностью группы, которую он может вернуть. То есть, даже если с каждой группы он вернул остаток самый большой, который есть. Например, группа, где 7 человек, вернула ему 6 монет. Группа, где 10 человек, вернула ему 9 монет. Оставшиеся там, вот оставшиеся, все равно в каждой группе на один меньше. А значит, в сумме на количество групп меньше, чем 33. Ну, это самый верхний предел. Вот больше никак нельзя. Соответственно, если он разбивает на слишком много групп, то это невыгодно. Ну, как бы это лучше вначале посмотреть разбиение на маленькое количество групп. Ну, давайте начнем с 32. Каким единственным способом можно было бы достичь 32 монет? Есть и одна группа. 32, а это на единицу меньше, чем 33. То есть, если все они хором представляют один коллектив. Ну, вот незадача. Условие стоит в том, что он все 240 монет должен выдать. Он не может придержать. А если он выдаст 240 монет на 33 человека, какой будет остаток? Кто быстро считает в уме? Важнейший навык не только математика, но и любого человека. 9. Да, 9. 231, 90 на 33. По 7 конфеток. По 7 монетам они получат и 9 вернут. То есть, одна группа. Вот не повезло, понимаете? Если бы монет у него было 65. Если бы монет было 65, все, он бы сказал, отлично, все в одну группу, вот вам 65 монет. Они взяли по монете и, тяжело вздохнув и косо на него посмотрев, вернули бы ему 32. Ну, да, там, в зависимости от отношений. Как это? Да, такое, да. Из соображений равенства, социального братства. Знаешь, ты знаешь, что медьки делят пиво четырьмя, портвень четырьмя возможными способами? По-братски, по-христиански, по-справедливости и поровну. Вот. Ну, хорошо, значит, соответственно, 32 не светит, да? Хорошо, попробуем 31. Давайте подумаем, как можно было бы сделать, ну, вот, как бы попытаемся понять, как бы хотелось вот сделать 301, что это означало бы? Две группы. Две группы, это первое утверждение. С одной группы надо получить... 31. А с другой можно ничего не получать. Да, 32. 32 человека в одну группу. Один человек, вот, любимец, да, в другую. Этим, например, дать 63 монеты, да? Они вернут 31. Ну, этому все остальные, он любимчик, пожалуйста. Начальник. Начальник. То есть, ну, пожалуйста, механизм дан. Вот, пожалуй, вот пункт А решен полностью. Мы... Что такое пункт А? Оценка плюс пример. Вообще, как бы, часть принципа панипатического мышления, это принципы олимпиадных задач, да? Оценка плюс пример. Оценка. Доказали, что больше 31 не сможет получить. Пример. 31, пожалуйста. А пункт Б? Пункт Б стоит в том, что каждая группа должна получить одинаковое количество монет. Если три группы, неважно какой численности. Вот в этом случае, например, он обязан бы был дать этим 32 120 монет и этому тоже 120 монет. 120 при делении на 32, ну, не 301 в остатке дает точно. Поэтому, так, вот, значит, смотрите. Видите, здесь, да, здесь требуется все-таки некоторый перебор. Это олимпиадная задача. Задача из Светиного шестого класса, из этой самой Олимпиады 444 школы. Вот. Нет? Откуда? А, просто из спецмата. Спецматематика, 6 класс, 444 школа, города Москва. Последняя задача. Ну, самая трудная, да. Значит, тут надо, как бы, сказать, надо чуять нутром что-нибудь. Но вот в данном случае чуять нутром, что пункт B хоть и ограничительный, но не сильно. Давайте докажем, что 31 не может быть и предъявим пример, что 30 может быть. Почему мы догадались, что 30 может быть, это уже наше дело, правда, после этого. Оценка плюс пример. То есть я утверждаю, что максимальное количество монет, которые черномор может в этом случае получить, равно 30. Для того, чтобы это доказать, мне нужно предъявить пример с 30А и доказать, что 301 нельзя, B. Более просто это предъявить пример. 30 означает, что будет сколько групп? Три. Три из каждой будет недосдача в одну монету. Но вот тут, значит, если три группы, то сколько монет у каждой группы будет в пункте B? 80. Значит, недосдача в одну монету означает, что 80 при делении на численность каждой из групп дает максимально возможный остаток. Кто может сделать следующий шаг? Что из этого очень важное следует? Плюс один сделать. Да. Кто сказал плюс один сделать? Ты математик, да? Нет. Ты молодец. Ой, ты молодец. 81 делится на размер каждой из групп. Понятно, да? То есть при построении этого примера мы ищем ситуацию, когда с каждой группой мы берем максимально возможный остаток. А это означает, что следующее число делится нацело. То есть численности групп должны быть делителями числа 81. Мне нужно придумать три делителя числа 81 в сумме дающих 33. Вперед. Это несложно. Поверите. Кто первый? 33. Ну, богатыря 33. 33, 27. Все. Вот гитаристы. Подметки режут на ходу. Матерь. Конечно, 33, 27. Все. Лучше математикой. Там 27, 26 будет. Три будет два, три будет два. В сумме будет 30. Ну и чуть более сложная часть. Чуть более сложная часть это доказать, что в пункте B 31 недостижимый результат. 31 монета недостижимый результат. Буква P. В математике есть много разных букв. Есть буква P. Есть буква I. Есть еще одна буква I. И вот это вот рассуждение от противного. Это рассуждение по принципу инварианта. Это по принципу индукции. Это вот принципы математического мышления, о которых я сегодня рассказываю. Ну вот давайте рассуждение математическое проведем очень типичным примером. Пример буквы P от противного. Итак, предположим, что 31 достижим. Тогда сколько групп? Две. Две. Нужно доказать, что не существует решения у следующего уравнения. У следующей системы двух уравнений. Очень странная система двух уравнений. 120 мод А. Ну вот так остатки обозначают в высокой математике. Пишут остатка деления 120 на А. 120 мод А. Вот. Равно чему? 31. Вот. Нужно доказать, что таких А и Б не существует. Ну давайте предположим, что они существуют. По аналогии с предыдущим, что это означает? 121 делится. Правильно. 121 делится на А и 121 делится на Б. Можно ли набрать 33 суммой двух делителей числа 121? Это только 11. 11 и 1. 121 не предлагать, потому что это больше 33. А, да. 11 и 1. Да, 11 и 1. 11 и 1. 11 плюс 11... 22, а не 33. Не хватает. Поэтому все, теорема доказана. Контр-пример. Ну, в смысле, оценка плюс пример. Оценка, что ни 32, ни 31 невозможно. Ну, 32 мы же заместим с пункта А, естественно. Ну вот, ни 31 невозможно, здесь доказано. А 30, пожалуйста, вот пример. Вот такая вот шикарная задача. Так. Давайте еще чуть-чуть. Давайте еще про принцип П. А, нет, про принцип И хочу рассказать. Инвариант. Это то, что в школе не очень изучают. Это очень важный принцип математического мышления. Решение задачи через инвариант. Вот твою сейчас задачу рассмотрим. Еще одну. Девочка Света играет в классики. Прыгает сальхов и риттбергер на каждой клетке. Вот сюда впрыгивает и начинает прыгать, как хочет. Туда-сюда. Да, никогда не умеет диагонали. Попрыгала туда-сюда и выпрыгнула отсюда. Впрыгнула в клетку номер один, выпрыгнула из клетки номер 10. Остальные там просто один и на тысячу. Да. Остальные клетки пронумерованы количеством раз, которые она побывала на них. Вот так. Вот на каждой клетке Света была столько раз, сколько написано на этой клетке. Кроме последней. Вопрос, сколько раз она была здесь. Про эту клетку не утверждается, что она была 10 раз. То есть, известно, что вот здесь Света была один раз. Здесь два, здесь три, здесь четыре, здесь пять, здесь шесть, здесь семь, здесь восемь, здесь девять. Вопрос, сколько она бывала на последней? Восемь. Сейчас надо изучить этот вопрос. Как сразу мы... Мы же не знаем ничего, как она тут прыгала, что она, да, делала. Может, только формальнее, пытаясь с вами снялась. Максимум будет вот эти восемь плюс шесть. Нужно точное число. Значит, смотрите, что я сделал. Я придумал некоторый вариант, при котором это действительно так. Один, два, три, два, три, четыре, три, четыре, четыре. Короче, вот я так придумал, придумал, придумал. У меня здесь получился некоторый ответ. Я понял, что раз задача формулируется независимо от маршрута Света по этим клеткам, то ответ должен быть всегда одинаковый, один и тот же. То есть тот ответ, который я получил, это и есть тот правильный ответ, про который надо это доказывать. Сидел и доказывал. Село. Ничего, я боюсь, что она в силу недосыпа на одной из ближайших лекций меня тоже в таком виде можно будет увидеть. Сразу заранее извиняюсь перед лекторами, если это произойдет. Дело не в том, что что-то не так с лекцией, а в том, что я просто мало спал. Серега, ты же тоже мало спал, да? Ложись, ложись. Спи, спи, спи. Нельзя, что ли? Не, не, нельзя. Спи спокойно. Вот. Так вот. А потом сюда приехал Миша, мой старший сын, и решил это за одну секунду. На этом сдача закончилась. Как говорится, пришел лесник и выгнал всех из леса. А что он сделал? Раскрасил в шахматную раскраску. Вот так вот раз, вот так вот раз, раз, раз и раз. Утверждение количества раз, которые света побывала на красных клетках, совпадает с количеством раз, которые она побывала на белых, независимо от ее маршрута. Это инвариант. Инвариант в данном случае это величина равная нулю, да? То есть это вот разница количества мест на красных и количества мест на белых. Подтверждается, что она равна нулю, независимо от того, как ее маршрут строился. Почему? Ну, когда я это произнес, очевидно уже почему, правда? Потому что каждый раз ты с красной прыгаешь на белую и наоборот. Ты же не можешь прыгать по диагонали. То есть какой бы здесь ни был маршрут, вот она попала на красную, следующая будет белая, потом будет красная, потом будет белая, потом красная, потом белая, потом красная, потом белая, красная, белая, красная, белая, красная, белая, красная, белая, красная, белая, красная, белая и упрыгнула. По условию упрыгнула она отсюда. То есть количество попаданий в красные клетки совпадает с количеством попаданий в белые. Это инвариант. Ну и осталось просуммировать. Да, получается ответ 5, потому что 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9, а здесь 2, 4, 6, 8 и вот что-то. Но так как здесь все время было превышение на единицу, то ответ будет 5, так и есть. Вот такая вот задача. Олимпиадная математика. Прошу любить и жаловать. На самом деле многие олимпиадные задачи по математике связаны с подобными приемами. Да, это спецмат. Проверять за счет того, что мы начинаем с красной, поэтому будет совпадать. А если бы мы начинали с белой... Нет, если бы была совершенно другая задача и другой ответ. Да, то есть здесь именно условие, что мы впрыгнули сюда и выпрыгнули отсюда. Вопрос. Если числа совпадает, а всегда ли есть такой привет? Да, действительно, очень хороший вопрос. Абсолютно верный вопрос. Является ли вот это рассуждение без предъявления того, как она прыгает, полным решением? Нет. И если вы на олимпиаде не приведете конкретный маршрут, хотя бы один, то вам снимут один балл. А может и два. То есть нужно после этого показать, что это возможно. Ну да. Сюда, сюда, потом сюда, потом можно снова сюда, чтобы уже закрыть эту тему, да? Снова сюда. Здесь мы побывали два раза. Значит, сюда. Третий раз сюда. То есть сейчас второй. Третий, да. Сюда. Раз. Еще два раза вернуться. Ну и вот так вот это все прекрасно доканывается до варианта, как будет пять. То есть я, собственно, это и сделал. Первым делом я построил маршрут, в котором было пять. Нет, вопрос. Вот есть какая-то другая вот такая вот штука начальная. Да. Да. Ну, допустим, полностью. И суммы совпадают. Могут ли быть, что маршрута... Не знаю, запросто, я думаю, может быть. Да, я думаю, что запросто. Я думаю, что есть тут... Это, как говорится, в этой задаче будет не единственный вариант. Да, хорошо. А вот есть ли какой-то простой способ... Не знаю, не знаю. Нет, эти все задачи чрезвычайно сложны. Причем с каждым годом рождаются какие-то новые, совершенно невероятные задачи. Например, недавно Маркеловы опубликовали следующую задачу. Они ее дали на турнире городов. Братья... Ой, не братья, а брат и... Отец и сын Маркеловы. Значит, пусть фигура на клетчатой доске может быть разбита как на такие, так и на такие. То есть можно ее составить полностью из квадратов 2 на 2, а можно полностью из вот таких сдвинутых. Доказать, что в ней есть дырка. Ого. Это просто полно. Это взорвало мозг всем вообще. Я, может быть, чуть-чуть, я вот эту не помню. Может, она чуть-чуть другая. В общем, суть в том, что вот есть две разных укладки плиточных. И из этого уже математически следует, что в фигуре есть дырка. Вот они дали такую задачу на турнире городов. Может быть, да. Нет, квадрат же не замещается вот такими никак. Как ты такими заместишь квадраты. Нет, нет. А, и теми... Да-да-да-да-да. Там-то и дело. В общем, это совершенно неожиданно. То есть обычно говорят, можно ли заместить теми там. Или приведите там, сколько способов замещения. А тут говорится, да но, что можно и доказать, что в ней есть дырка. Это совершенно... Вообще, на самом деле, задачные композиторы день и ночь стараются для того, чтобы задачные репетиторы имели свою работу. То есть как бы это непрерывная борьба. Да, вот сейчас была эта Международная Олимпиада. На предыдущей Международной Олимпиаде китайцы выбили 100% результат все шестеро. 42 из 42 умноженные на 6 китайцев. В этом году последнюю задачу Международной Олимпиады решило 4 человека на земле. И вообще невероятно... Да, еще двое там 5 из 7 им дали. То есть на 7 из 7 решили четверо. И, по-моему, двое или трое, может быть, решили на 5 из 7. То есть эта задача была запредельной сложности последняя. То есть как бы в этом году как бы пережестили. Но китайцев учат там... То есть то, как устроена подготовка в Китае, это отдельная песня. Там составляется таблица, виды задач, тысяча видов олимпиадных задач. 100 китайцев, которые претендуют на сборную, пробивается каждая клетка этой таблицы 1000 на 100 с помощью целого клуба этих самых тренеров. В общем, то, что китайцы все время побеждают, это как бы дело такой... Ну, это как, понимаете, это вот бульдозером взять и разметать местность, где остальные работают лопатами. Включая нас, но мы работаем очень продвинутыми лопатами. Но все равно все-таки не бульдозерами. Вот, считая как-то это ниже нашего достоинства вот так вот бульдозерами гнать все. Но тем не менее, значит, мы там заняли очень неплохое место, если, как сказать... Ну, нас же не считают, у нас там пустое место напротив фамилии написано сейчас. Но если вот эти пустые места сложить, у нас третье место. И в этом году мы очень мало оторвались. На самом деле, в том году было второе с огромным отрывом от Китая, а в этом году третье с маленьким отрывом от Китая. То есть через Америку, но в Америке те же китайцы, те же лица. Еще шесть тех же лица. А дальше мы. Вот, то есть у нас на олимпиадных уровнях очень неплохо все. Но, конечно, вот такой подготовки, как у них, это нельзя себе даже представить. Мне просто рассказывали о том, как их готовят. Ну и, тем не менее, они в этом году не смогли... Вот только один человек, один человек на всей земле решил 42 из 42 китайцев. Второй, кстати, наш, 40 из 42. Вот. Ну что? Наверное, время подходит к концу. Может, какие-нибудь вопросы, да? Задаете вопросы? На дом вам задачу, хотите? Да. 100 на 100. Не шахматная, но почти. Ну... 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 Ой, я сказал 100 на 100. 10 на 10, конечно. 10 на 10. Вот. Вот этого нет. Вот доска 10 на 10. И дана вот такая фигурочка. Тэшечка. Ну, это тоже Светин спецмат, поэтому, Свет, ты, наверное, помнишь. Да. Можно ли разбить... Можно ли эту доску замостить вот такими фигурами? Задача на дом. Спасибо за внимание. Вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Давайте вопросы, наверное, минут пять. Самочек полностью без остатки, да? Да. А, подходишь, что минуты нет. Почему? Ну, потому что 100, а почему 4? 4? В принципе. Математика для всех, лекция 1. Ну да. Ну да. Нет, в смысле математика для унитариев, да? А, для всех? А-а-а! Курс, который теперь на степике. Да, кстати, всех приглашаю. Может быть, присутствующие не знают. Но тут уже совсем как-то не актуально писать слово YouTube, да? Да. Маткульт, привет, канал. Ну, мы будем куда-то переезжать. Сего сенью будем думать, что делать. А? 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 Великолепно. Великолепно. Перенесем. Все перенесем. Обязательно надо. Спасибо. Кто запомнит это? Света, можешь запомнить? Что можно на рутуб все перетащить. Что можно на рутубе все перетащить. Дмитрий, напиши вот сюда, хорошо? Дмитрий, я правильно напомнил, что это Дмитрий? Да, правильно. Хибин и мейл. Вот. Также есть сайт Саватеев XYZ, на котором куча всего. Есть всякие соцсети, которые, впрочем, в основном веду не я, а команда. Родная школа. Да, Александр Чуваков, присутствующий здесь, ведет родную школу. Вот. Значит, вместе с Денисом, которого с нами, к сожалению, нету. Ну, в общем, у нас есть большая команда вокруг вот этой вот империи математической и вообще в целом такой обсуждающий школьные вопросы. Родная школа, всех приглашаю, да, родная школа РФ, да? А, ну и телеграм-канал. Так. Дальше есть всякие, есть всякие курсы, 100 уроков математики, которые мы в этом году должны завершить на Степике и на проекте Детей наука. Есть математика для всех тоже на Степике, да? Есть курс теории игр в сюжетах, который сейчас присутствует на Сипсайенс. Весь целиком. На моем канале. Да, на Сашином канале. Вот. Ну и, в общем, в принципе, есть очень много разных выступлений. И, значит, в интернете набираете саватеев, и там много всего. Да. Фестиваль «Большие ученые коты» прямо в деревне «Большие коты». Вот. Где это происходит? На интернет, чтобы все знали. Вот. Вот так вот. Ну что, еще вопросы? Ну, у меня немного про логарифм, но мне кажется, ты и я сам. Ну, да, да. Как ведет себя логарифм, я тебе расскажу, да. Спасибо. 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 Спасибо.